сегодня я вам расскажу об сегодня я вам расскажу как калибруется вот эти вот замечательные цифровые управляемые 10dc преобразователи ну и о кое-каком скрытом их функционале так в частности будет в частности видео будет на примере вот такого вот замечательного понижающего паша в частности видео будет на при в частности на в частности видео будет на примере вот такого понижающего повышающего DC-DC преобразователя под названием модель модель, которую вы сейчас можете видеть на экране как по мне не совсем удачный вариант но об этом как-нибудь потом расскажу такого я бы без дополнительного охлаждения вот этой вот части то есть это входной преобразователь я бы не рекомендовал бы покупать такого я бы не рекомендовал никому покупать по крайней мере без переделки вот этой вот такого бы такого бы я никому не рекомендовал бы покупать по крайней мере без переделки охлаждения вот этой вот части Кто не понял, это первый преобразователь, который напряжение питания преобразовывает в повышенное напряжение, которое потом... То есть это первый преобразователь, который поднимает напряжение до определенного уровня, а вот этот уже выходной преобразователь. а вот это а вот эта часть уже в выходной преобразователь но об этом а вот эта вот часть это уже а вот а вот это вот а вот дай выкрутка где моя большая отвертка такой вот преобразователь я бы такой вот преобразователь я бы никому не такой вот преобразователь такой вот преобразователь я бы никому не рекомендовал бы покупать по крайней мере без переде по крайней мере без переделки системы охлаждения вот этого входного преобразователя ну ладно моё видео сейчас не об этом я вам расскажу я раскрою тему калибровки она актуальна как для вот такого преобразователя так и для такого потому что у них микроконтроллер один и тот же то есть цифровая управляющая часть можно запросто переставить эту сюда эту сюда и все будет работать я уже это проверил вот итак давайте поговорим о скрытом функционале итак давайте поговорим о том давайте поговорим о скрытом функционале который давайте поговорим о скрытом функционале который заложен вот в таких вот преобразователях для начала отключаем питание сжимаем первую кнопку ОК и включаем и у нас вот здесь идет перебор параметров здесь есть три параметра нулевой, первый и второй нулевой параметр есть нулевой параметр есть буква Y означает что буква Y означает что параметр активирован например буква N означает что параметр буква N означает что параметр деактивирован все просто итак первый параметр так первый параметр что делает блин действительно что делать я уже забыл что он делает елки-палки включил автоматическое включение 10 10 преобразователя точно вспомнил кстати привет всем кто смотрит мой лайв-канал так есть отключен нулевой параметр нулевой параметр это автоматическое включение 10 10 преобразователя на последнюю настройку которую вы оставили в моем случае я просто сбросил полностью моем случае я полностью сбросил все настройки поэтому это 4 вольта и 1 ампер давайте я вам еще раз это покажу вот видите сразу запустился то есть это актуально для тех случаев когда вы например заряжаете какой-нибудь аккумулятор или еще какое-то питаете устройство которые важные и в этот момент свет пропадает потом через 30 секунд появляется ну или любое другое время потом через кое-какое время появляется и вот ваш аккумулятор продолжает заряжаться это первый такой функционал кстати вот такой вот перебор показателей у вас может не быть но об этом чуть чуть позднее но об этом немного позже по поводу второго параметра что я могу честно говоря мне он не нужен поэтому я его выключаю первый параметр он же второй параметр активирует более подробные отображения мощность и емкость добавились к тому же появилась еще к тому же появились еще профили которые можно загрузить все профили работают кроме нулевого нулевой почему-то не сохраняется вот этот сохранить профиль то есть вот например 5 вольт 1 ампер и вот выбираем сюда все мы сохранили первый профиль и теперь чтобы вызвать его от опять мы имеем 5 вольт 1 ампер профилей может быть 9 до 9 также если даже в также в режиме я это назвал я это назвал продвинутый режим то есть режим для продвинутого пользователя также если здесь зажать кнопку set можно попасть меню калибровки ну об этом пока пока я не буду но об этом чуть позже ну и ну и собственно третий режим у меня он второй потому что здесь нулевого это автоматический перебор показаний который был вот вам в начале показан это автоматический перебор это автоматический перебор показаний но его принципе можно включить если зажать кнопку ok и вот все автоматически перебирается но если второй параметр будет включен то автоматический перебор показаний будет включаться автоматически после но автоматический перебор показаний будет включаться автоматически после каждого отключения и подключения питания так камера перри здесь появился значок что камера перегревается надо ей дать остыть